друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркетс где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь и сегодня еще одно сообщение поскольку у нас понедельника 16.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар правильный понедельник и еще параллельно будем вести вещание формате голосового стрима в этом самом telegram канале темы будут предложены вам на выбор соответственно та которая наберет больше всего голосов станет центральный в ходе моего сегодняшнего выступления ну что ж друзья это неделя наконец-таки дождались заседания американского регулятора долго мы к нему шли еще несколько месяцев назад стали готовиться к тому какие решения должен принимать американский регулятор с учетом то экономической конъюнтуры которая сложилась на данный момент времени мы знали что фрс повысить процентную ставку но сначала у нас были более амбициозные ожидания относительно того что ставку нужно будет повысить на 50 базисных пунктов но из-за событий в восточной европе последних недель конечно же все центральные банки были вынуждены спешно корректировать свои планы потому что сейчас преждевременное ужесточение монетарной политики повышение процентной ставки может создать риск замедления экономического роста а если мы добавим немного теории вот к этим экономическим проблемам замедление экономического роста которая соотносится совпадает со устойчиво высокой инфляции это друзья стокфляция а то а к чему пришли все стороны мира это проблема поэтому может быть кто-то из вас интересовался уже тем что будет дальше и в разных источниках информации вы наверняка нашли а уйму аргументов фактов того что то что происходит в моменте это прям ковровая дорога к новому глобальному финансово экономическому кризису все в истории повторяется история повторяется есть циклы если вспомнить что последний серьезный глобальный экономический кризис был 2008 году я считаю что ковид да он имел свои негативные эффекты тоже серьезные моментальные если судить по динамике того же самого фондового рынка и ситуации в экономике но это как я уже неоднократно отмечал все-таки не финансовый экономический кризис это кризис общественного здравоохранения а вот такой я экономической бомбы как была после краха лимон-бразер с 2008 года мы не видели в плане потрясения для экономики очень и очень давно кто знает друзья может быть сейчас мы с вами по сути свидетелей истории которая вершится прямо на наших глазах волатильность безусловно будет только лишь возрастать и наверное для спекулянтов это как бы цинично не звучало но самое главное когда на финансовых рынках есть волатильности есть трендовая динамика есть устойчивые движения есть возможности заработать и есть смысл вообще следить за тем что на финансовых рынках происходит я очень надеюсь друзья то что вы принимаете верные инвест решения вы не торопитесь с какими-то сделками вы смотрите на долгосрока и в связи с этим адаптируйте фундаментальный фон в том числе и мысли которые я вам озвучиваю к вашей торговой системе возможно даже технического характера и все это приводит вас к тем сделкам которые как я уже отметил я надеюсь приводит к приросту по вашим депозитам так вот друзья сегодня сегодня точнее этой неделе заседание американского регулятора ставка будет повышена это прям сто процентов на 25 базисных пунктов вряд ли фрс решится на повышение ставки на 50 базисных пунктов но даже 25 базисных пунктов это достаточно чтобы мы с вами констатировали начало ужесточения полноценного ужесточения монетарной политики если мы посмотрим сейчас на индекс американского доллара 99.22 это максимум с мая 2020 года мы фактически уже сделали те цели которые ставили ранее супер целью было добраться до сопротивления психологические психологического уровня 100 пунктов но судя по тому как индекс доллара растет в моменте я думаю что 100 пунктов а это уровень который падет прямо в ближайшие дни соответственно закрепление выше этой отметки это уже дальше будет дорога к более высоким на ценовым уровнем и значением но дальше мы уже сориентируемся с вами по факту сейчас нужно ждать именно роста еще на 80 пунктов если говорить о значениях десятых и сотых ну то есть нам нужно как раз достичь с планки в 100 основание для этого как я уже отметил ожидание повышения процентной ставки как вынужденное действие регулятора который должен бороться с инфляцией инфляция на основании тех данных которые мы получили на прошлой неделе достигла нового многолетнего максимума сорокалетнего максимума и коснулась 7 и 9 процентов и более того я друзья могу вам сказать что с учетом роста цен на нефть учетом еще сохраняющиеся некоторых последствий пандемии рост инфляции продолжится это не значит то что 7 9 текущая планка это вот пик после которого упадет на спад индекс потребительских цен нет он будет и 8 процентов восемь с половиной и видел неоднократно кстати прогноз роста индекса потребительских цен до 10 процентов уже к ноябрю а следующего на точнее этого года я склоняюсь к тому что индекс потребительских цен будет активно расти поэтому много раз вам говорил что друзья текущее значение инфляции это железо-бетонное основание для того чтобы фрс постоянно повышал процентную ставку и такой же железо-бетонное основание покупать индекс доллара без свопов на долгосрок как самую возможно прибыльную интересную и практически без рисковую сделку 2022 года по другим финансовым активом евро против а американца ждали мы пробоя отметки 1 10 шартили поскольку рассчитывали на движение евро еще ниже оказались правы сейчас котировки уже 1 0 9 14 заседание европейского центрального банка ничего нового ставки на прежних уровнях комментарии о том что нужно держать ставку по сути в районе нуля до тех пор пока инфляция не стабилизируется на планке в два процента напоминаю что сейчас инфляция в три раза выше 5 и 8 процента и стабилизация уровне двух процентов произойдет очень и очень не скоро те кто пытался купить евро обратили внимание на тот факт что европейский центральный банк планирует завершить программу количественного смягчения в третьем квартале вроде бы как после этого будет место начать повышение процентной ставки но третий квартал друзья это так не скоро последние две недели доказывают нам что определенного рода новостной фонд даже за короткий промежуток времени может привести к сокрушительным последствиям для всей мировой экономики поэтому на 3 квартал я сейчас не рекомендую вам смотреть и ждать там погоду море нужно работать с тем что есть прямо здесь и сейчас а здесь и сейчас у нас глобальные риски та же самая стакфляция экономики еврозоны потенциальный энергетический кризис потому что мы все еще как и все трейдеры которые следят за ситуацией на рынке углеводородов и отношений событий в восточной европе допускаем что может быть запрет поставок углеводородов из россии в европу и это тогда будет жуткий кризис исходя из того что страны европейского союза очень сильно зависит от поставок от импорта именно российских углеводородов голланд сакс уже пересмотрели прогноз роста на ввп еврозоны на этот год с 3 9 до 2 с половиной процентов это только друзья цветочки ягодки будут а после евро я рекомендую держать в шортах с целями 1 0 8 1 0 7 доллар иена 117 75 максимальные значения с 2016 года все цели мы сделали поэтому я сегодня со спокойной душой рекомендую закрываться уже и оставить в покое этот дуэт финансовых активов потому что он принес нам очень хороший профиль золото 1975 после периода волатильности который сейчас имеет место быть я вполне допускаю что золото может скорректироваться в район 1950 долларов за тройскую унсу но в целом по прежнему настроен на рост этого актива и обновление новых максимумов вы для себя уже решаете друзья какие у вас депозиты какая у вас терпимости и приемлемость лично к риску готовы ли вы сидели глубокой просадки готовы ли вы опять же рисковать приличной частью депозитов если будет просадка решайте отвечайте на эти вопросы если вы готовы рисковать то моя рекомендация long с целями которые обозначил если не готовы рисковать ждите более оптимальную точку входа не знаю может быть она будет но золото точно еще покажет всем уровне на которых она точно достойна быть и по остальным финансовым активом нефти 110 склонен к тому что рост будет продолжен потому что и действия сша по отказу от российской нефти и приостановка переговоров между вашингтоном и тегераном это фактически весь тот новостной фон который сейчас усиливает проблему нехватки предложений имейте ввиду друзья то что этот риск по-прежнему актуален американский фондовый рынок snp жду на отметке 4000 сейчас котировки 4228 пунктов также шарчу bitcoin 38 500 и еще рекомендую посмотреть на пару доллар канадец ранее мы рассматривали ее с точки зрения на продаж это актуально цели 125 особенно после последнего отчета по рынку труда уровень безработицы 5 и 5 процента снизился с 6 и 5 за месяц канадская экономика создала практически 350 тысяч новых рабочих мест это значит то что на заседании который состоится 13 апреля банк канады точно повысить процентную ставку возможно на 50 базисных пунктов поэтому 1 25 вполне реально на этом собственно все друзья большое спасибо за внимание хорошей вам торговой недели увидимся сегодня на вебинаре в 16.00 по московскому времени всем пока